Меня зовут Айдана Тарубаева, я футболистка. Моя история сегодня будет заключаться в том, рассказ о том, как я начинала свою футбольную карьеру, с чего это начиналось. Начиналось с игры во дворе, дома, мячиками, которые мне дарила старшая сестра. Я из многодетной семьи. Старшая сестра моя занималась футболом в 95-м году, когда я только родилась, ей пришлось бросить футбол по причине того, что родители были немного против того, чтобы она занималась этим видом спорта. В 6 лет я поделилась с мамой о том, что я хочу играть в футбол на большой арене среди крутых футболистов. Но я знала, что нет женского футбола, по крайней мере, я об этом не знала на тот момент, но мама всегда меня поддерживала в этом и давала мне понять, что нужно мечтать, что рано или поздно мечты осуществлятся, потому что они имеют такое свойство. Я очень благодарна своей маме за это. И в 6 лет, когда я начала увлекаться футболом, играла с мальчишками во дворе, я очень хотела записаться на кружок футбола, но, к сожалению, мне говорили дети со двора, которые были старше меня на пару лет, о том, что в Кыргызстане нет женского футбола, и с мальчиками заниматься нельзя. И когда я пошла в первый класс, я узнала, что в нашей школе есть секция женского футбола, именно женского, мужского не было на тот момент. И я подошла к учителю физкультуры, он был преподавателем также футбольной секции, хотел записаться, но он мне отказал. Причина была в том, что я была маленького роста, щупленькая. Он сказал, что пока мне еще рано, можно даже на фотографии заметить, что я маленького роста, я являюсь капитаном, являлась, стою первая. И он меня не очень недолюбливал, потому что я приходила на урок физкультуры без формы, так как были финансовые проблемы в семье, и семья не могла позволить себе купить мне спортивную форму. Я получала зачастую двойки. Вот он сказал мне попробовать ровно через год, когда я немного подрасту. Ровно через год в сентябре я снова подошла к нему на уроки физкультуры, проявила желание снова записаться в секцию футбола. Он сказал, окей, давай мы тебе дадим шанс, ты попробуешь, сегодня после уроков ты придешь, у нас будет часовая тренировка, и дальше уже посмотрим. Я пришла на секцию футбола, тренировалась, после буквально, кажется, после первой же тренировки он сказал, что хочет, чтобы я стала капитаном женской команды сборной, ну, школьной. Ну, так и началась моя карьера. После первого же турнира меня заметила тренерша, тренерка сборной Кыргызстана, она тренировала также городскую команду и позвала меня играть уже за город. И так, наверное, началась моя профессиональная карьера футболистки. Вот, дальше уже титулы в 16 лет, вернее, в 12 лет я уже играла с девочками, которые были старше меня на 5-6 лет. В 17 лет я стартовала за женскую национальную сборную Кыргызстана. Так, в том же году, кажется, я взяла всевозможные титулы, титулы, которые были в стране, международные турниры, звание лучшего игрока. Собственно, в тот год, в 17-18 лет, обо мне стали писать в СМИ и о женском футболе. Ну, то есть узнаваемость женского футбола в стране немного увеличилась, по крайней мере, мне так говорили представители Федерации футбола, о том, что стали чаще упоминать в СМИ. Сейчас мне 25, я больше 17 лет уже занимаюсь футболом, и буквально 2 года назад я открыла свою собственную футбольную школу. Особенность моей футбольной школы, и то, чем я горжусь, это то, что мы являемся первой и единственной школой в стране, которая предоставляет возможность девочкам заниматься наравне с мальчиками в одной команде, тренироваться так, как это происходит за рубежом, на Западе. И месседж, который доходит до детей, именно до ребят, 90%, к сожалению, учеников, это все-таки мальчики, потому что на сегодняшний день культура и менталитет не позволяют всем девочкам, особенно в регионах, заниматься тем, чем они хотят заниматься. Стереотипное мышление о том, что футбол – это все-таки мужской вид спорта, он есть, особенно в регионах. Я получаю практически ежедневно сообщение в директ о том, что родители, соседи, общество, одноклассники против того, чтобы девочки занимались футболом. И это для меня огромная проблема. Проблема, которую мне хочется решить, и я начала ее пока что с Бишкека, планирую, дай бог, открыть секцию в Чуйской области, в частности, в Кемине, потому что для меня, ну, это моя малая родина, и хотелось бы начать развитие именно оттуда. Я расскажу маленькую историю. Это не из Кыргызстана. Девочка мне написала с Алматы. Она была подписана долгое время на меня в Инстаграме. и ее родители запрещали ей заниматься футболом. Но она, так скажем, в тайне занималась во дворе, играла с мальчиками. И родители об этом узнали, запрещали, ругали ее. Она спрашивала мне совет, как решить этот вопрос, как убедить родителей в том, чтобы она все-таки записалась на секцию. И были различного рода советы от меня. Первый, самый главный, это все-таки разговор, поговорить с родителями, для того, чтобы они услышали, для того, чтобы они поняли, что для нее это важно. Только на третьей попытке ей удалось все-таки убедить родителей, путем того, что мы с ней решили предоставить, сделать такую мини-презентацию о том, какие есть звезды в женском футболе и чего они достигли, и к чему можно вообще прийти, и историю казахстанского футбола. Там есть очень крутая команда, которая выступает в Лиге чемпионов и входит в топ-10 команд. Только после этого девочки разрешили заниматься футболом, и на сегодняшний день она является одной из лучших среди своих сердцем. Ей, кажется, 14 или уже 15 лет исполнилось. Для меня это победа. И таких историй, к сожалению, немного, девочкам, которым я смогла помочь. Но они есть. И я понимаю, что эти маленькие истории можно масштабировать на уровне именно региона, страны. Потому что я очень часто говорю о том, что сильные регионы – это сильная страна. Нужно делать акцент на регионы, нужно инвестировать и помогать обращать внимание больше на регионы. Касательно девочек в моей школе, их немного, буквально 5-6 девочек, но они очень крутые. Это девочки, которые первый день, когда они записались на футбол, и когда мальчики с ними знакомились, у мальчиков было скептическое мнение. Были мальчики, которые выражали свое недовольство и говорили, как эта девочка будет играть с нами, почему им нужно заниматься, тренироваться отдельно. А потом, спустя полгода, мальчик, который так выражался, подошел ко мне и спросил, а вот где Розалии, где Алимира? Мы же без них проиграем, они нужны нам, они не лучшие в команде. И это очень здорово, здорово, что в голове этих детишек, которым по 10-11 лет, происходят перемены. И они уже сейчас понимают, что девочки могут также наравне с ними заниматься футболом, показывать те же результаты и даже быть круче в чем-то. Для меня это, опять-таки повторюсь, большая победа. Большая победа для них самих, большая победа для их родителей. И в заключении, мне бы хотелось сказать, что мечта, которая зарождается в сердцах, в голове, будучи детьми у нас, зачастую забывается нами на протяжении определенного периода, пути, который мы проходим в школе, в университете и так далее. Мне бы хотелось призвать, несмотря на то, кем вы являетесь, какой религией вы относитесь, какие у вас взгляды, какого вы пола и так далее, это не имеет значения. Мне хочется, чтобы вы понимали в первую очередь, что вы человек, что вы гражданин этой планеты, этой страны, этого мира. Никогда не отказывайтесь от своих мечт, никогда не переставайте мечтать. Боритесь за свои мечты. Будет очень много людей, мнений, которые, возможно, будут вас толкать с одной стороны в другую сторону, будут заставлять вас сомневаться, но нужно, важно, и нужно сохранить верность, в первую очередь, себе, своим мечтам, своим целям и перед людьми, которые в вас верят. Я уверена, они есть, но первый и главный человек – это вы сами. Вот, не переставайте мечтать. Спасибо за внимание.